В этом году снег – буль для дорожников, пешеходов и автомобилистов. Общественный совет при МВД Пакоми провёл прямую линию, посвящённую вопросу зимнего содержания дорог региона. Первыми дозвонившимися стали жители деревень Вуктыльского района, отрезанного от райцентра многометровым слоем снега. Усть-Щугар, Усть-Соплевский, Усть-Ой, они, получается, полностью отрезаны на зимний период от города Вуктыла. Я хотела узнать, будет там чиститься дорога, потому что прошлую зиму не чистил. Приезжали с администрации Вуктыла, извинялись, обещали, что такая ситуация не повторится больше, но в этом году повторилась точно такая же ситуация. За час таких звонков, криков души было около десятка. Оказалось, во многих муниципалитетах есть проблемы с зимним содержанием дорог. По нормам, управляющая компания должна вычистить улицы в течение шести часов после прекращения снегопада. Но местные власти не справляются. При достижении снежного покрова более пяти сантиметров, прыхлого имеется в виду, должна быть начата очистка. Поэтому подрядные организации, думаю, это тоже должны отслеживать, которые заключили муниципальный либо государственный контракт на содержание автодороги. Но вот не всегда подрядчику удается придерживаться этих стандартов в связи с недостаточным количеством техники. Есть и вторая проблема – недостаток финансового обеспечения муниципалитетов для выполнения работ. То, что денег не хватает в муниципалитетах на очистку снега – это закон. Конечно, зима-зимя – это розы. Но деньги не должны закладываться с запасом. Но тут такого нет. И денег на очистку снега муниципалитета не хватает катастрофически. В столице, как пример, большинство улиц были вычищены через сутки после обильных снегопадов. Но проблем хватает и тут. Гололед, отвалы на остановках и тротуары, да и улицы очень узкие. Улица Лесопарковая. Плотным потоком здесь едут машины. Вот и приходится пешеходам перебегать между едущими и припаркованными машинами. В общественную приемную главы дозвонилась девушка из Емвы. По ее словам, из-за неочищенных тротуаров людям приходится ходить по дорогам, предназначенным для автомобилей. В ГИБДД за это пешеходов штрафуют. Печора у нас, я буду говорить, лидер по дорожно-транспортным происшествиям. Там, где фиксируются неудовлетворительные дорожные условия ДТП, особенно в зимний период. Не готов точно сказать, но на первом месте у нас по количеству привлеченных. Вот администрация города Печора у нас идет, не совру, 6 или 7 административных материалов. Мы только в этом году, вот с начала года составили за ненадлежащее содержание дорог и улиц. Выявлены проблемы и по очистке межмуниципальных дорог, где движение не прекращается ни на минуту. Водители утверждают, им приходится на большой скорости сворачивать на неочищенную обочину, чтобы разъехаться со встречкой. По данным ГИБДД, за два предыдущих месяца в республике зафиксировано 191 дорожно-транспортное происшествие. В 108 из них установлено, что несчастный случай произошел по вине ненадлежащего содержания дороги. Это и несвоевременная очистка дороги, и недостаточно обработка реагентами и неубранные глыбы снега возле пешеходных переходов, загораживающий обзор. Общественникам на местах совместно с ГИБДД, администрацией и депутатами предложено выехать в рейд по всем проблемным точкам и зафиксировать ненадлежащие условия на дорогах.